Итак, можете ли вы сказать о Библии, эта книга правдива и заслуживает доверия? В предыдущих видеофрагментах я рассмотрел вопросы, касающиеся достоверности Библии, а теперь хочу перейти к третьей цепочке рассуждений, убедивших меня, что Новый Завет не только сохранился до наших дней в том же виде, в каком он был составлен, но и содержит историческую истину. Иисус действительно делал и говорил все это. И вот на чем основана эта цепочка рассуждений. Слушайте внимательно, вот как я это себе представляю. С Иисусом было 12 человек апостолов, 11 из них приняли мученическую смерть. Иоанн умер в изгнании. Иуду заменили. 11 из 12 умерли мученической смертью, прошли через ужасные пытки, одни из страшнейших в истории, подробности изложены в моих книгах. И все это по одной причине, с их собственных слов, это важно помнить, с их собственных слов, в новозаветной книге Деяния, в первой главе, первых трех стихах написано, что после того, как у всех на глазах Иисуса распяли и погребли, а это значит, четыре профессиональных римских палача, своими подписями удостоверили, что он умер и погребли именно его тело. Он, по их собственным словам, на третий день воскрес из мертвых и явил себя живым. Теперь самое интересное. Со многими верными доказательствами. В продолжении сорока дней, являясь им. Не сорока часов, не четырех дней. В продолжении сорока дней. Тут прямо сказано, явил себя живым, по страдании своем, со многими верными доказательствами. А в другом месте вот что. Потом явился более, нежели пятистам братьев, в одно время, из которых большая часть до ныне в живых. Мол, проверьте и убедитесь сами. Знаете, многие образованные люди говорят мне, «Но, Джош, мало ли людей умерло за ложь? Вот невидаль». И я согласен, это так. Многие люди отдали жизнь за ложь. Так чем же исключителен этот случай? Я вам сейчас скажу. Да, многие люди отдали жизнь за ложь. Но сами-то они принимали ее за истину. Вы слышите меня? Да, многие люди умерли за ложь, но все не считали, что умирают за истину. Тут есть один момент, не дававший мне покоя в университетские времена, когда я был неверующим. Если воскресение Иисуса ложь, апостолы должны были знать об этом. Вот что они пишут. «Явил себя живым, пострадании своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь». Если это неправда, то они должны были знать об этом. Если воскресения не было, они должны были знать об этом, и тогда вам придется признать, эти люди не просто умерли за ложь, они точно знали, что это ложь. А если это так, значит случилось 11 чудес, более великих, чем чудо воскресения. Субтитры создавал DimaTorzok